Всемирный день оптимизма отмечается сегодня. Психологи говорят, у каждого человека свои источники радости и позитива. Главное не спутать их с удовольствиями, которые приносят вред. Ну а что касается ситуации с пандемией и плохого из-за этого настроения, специалисты отмечают, что люди сами выбирают, на что обращать внимание, а что игнорировать, чтобы не погружаться в депрессию. Сегодня психологи предлагают обратить внимание на положительные моменты уходящего года. Если переключиться на позитив все равно сложно, ищите радость в мелочах. Он смотрит, как из окна попадает в комнату, например, солнце, луч солнца. И он просто про себя проговаривает. Если он живет один, то желательно, конечно, и словами, да, красивый луч солнца. Он отражается в моем, например, зеркале или имеет несколько цветов и так далее. Поддерживать оптимизм помогают любимые люди, работа или хобби. Правда, перебарщивать с ними не стоит, чтобы увлечение не превратилось в зависимость. Не нужно включать то, что люди считают, что приносит удовольствие, но на самом деле приносит бред. К примеру, поедание сладости или пищи, да, это не удовольствие, это компенсация. Человек говорит, что ему, например, очень нравится играть в компьютеры, да, и он с утра до вечера сидит в компьютере. О Всемирном Дне Оптимизма, конечно, немногие знают, но некоторые жители Кишинева поделились с нами своими причинами для радости и оптимистичного настроения. Когда у нас есть семья, когда у нас есть семья, когда у нас есть любимые дети, мы очень удобно, мы говорим, что если вы хотите идти быстро, то у нас есть семья. Мы оптимисты. Видите, мы даже в предпраздничный день работаем. Мы самые натуральные оптимисты. Завтра Рождество. А мы работаем, разгружаем машину, бордюры. Во-первых, это девушка, это родные мои еще. И финансово как бы тоже решает в этом вопрос. Несмотря на то, к сожалению, мы живем в таком мире, что деньги как бы много решает. Влияние оптимизма на продолжительность жизни изучали в одном из крупнейших исследовательских центров мира в США на протяжении целых 30 лет. Вывод ученых теперь знают во всем мире. Оптимисты живут дольше пессимистов.